люди вообще потеряли рассудок от женской похоти валяются здесь сраженные на повал а почему потому что в мозги не запустили эту книгу иначе жизнь была бы другая если человек встретился со христом маску надели правильно сделали тут сидят то все из-за женщин караулит их а там ничего нет кроме того что есть то же самое вон и гной зайти на наш youtube канал у нас открытый называется во свете библии во свете библии это очень большой самый большой наверно сайт на весь интернет во свете библии и рядом поставьте игнатий лапкин и вот посмотрите что откроется спаси христос да с богом воистину воскрес завтра будем говорить а то на канун еще только они откуда на том же стуле сижу где и вчера был вы хотите сказать где нахожусь наверное да ну да не может а так единственно город барнаул алтайский край игнатий лапкин знаем такой а мы из города пензе дмитрий изаков александр маленков вот как ну вот что сегодня еще напомнить о пасхе так а вот я каждого спрашиваю для ближнего знакомства у вас такая книга дома есть книга такая есть а что вы лежать лежите-то по всему все все что-то заболели да нет да вы не одни тут сплошь и рядом процентов 90 в лежащем положении такого нигде не встречал как будто чума прошла сбила или женский вонючий запах сбил от женского запаха нечистоты повалили мужики упали и главное лежать на кроватях голые всякой мерзостью занимаются мусульманин так прими христианство ведь будешь говорить христос воскрес а что ты сидишь на мусульманство должно также верить спасаться во христе а не просто сидеть на баране до вас 600 лет было христианство у нас вот она святая книга которая нам показывает как христос воскрес и сегодня ночью у нас богослужение было в храме какая радость так минутку подождите приехал брат не достучиться до меня так вы в эту книгу считали хоть раз как она называется библия библия называется тут и написано что христос воскрес его распяли прибили его а он на третий день воскрес ради нашего оправдания за наши грехи пострадал так что я не пойму какое слово нация нация как у кого у христа или у меня у христос еврей по плоти а он второе лицо святой троицы а я русский человек господи иисусе христе сын и божий помилуй меня грешен мы знамение крестное изображаем на себе а мусульмане вот так показывают они молятся но это ничего не значит омовение а у нас христос умер за нас вот смотрите вот если вы верующий какая книга коран считаю что написано вот и баран вы такие же как православные ничего не знаете у нас тоже бабки стоят церковнославянский язык там дают они его не понимают и вы не 150 человек мусульман перебрал ни один не может прочитать вы до своей веры то не знаете разве это правильно собрались разделились только чужих жен ищет своих четыре дома да здесь 44 голая в этой рулетке при 100 процентов 80 мусульмане сидят только чего они тут забыли тут и тут блуд к садом и гаморра матершинники сквернословы безобразники прямо открытое блуд творят раздетая вам тут делать нечего мы пришли сказать о суде божьем что за это будет я тут говорю вот допустим 1300 лет мусульмане и ни одна женщина у них тут не будет сидеть они берегут своих а на чужих прыгают здесь мусульманки ни одной нету чтобы она раздетая была так ладно пока с богом слушайте а у вас нету этот в ю тубе у вас нет канала как нету там 15 тысяч роликов я вроде как смотрел вас может быть вы сегодня зайдите посмотрите это во свете библии как у нас ночью прошла встреча пасхи как молились как концерт детский был а напомните пожалуйста как у вас этот канал называется во свете библии вот библия вот она а ее свете от нее свет как от мы солнца во свете библии и гнать и лапкин подождите а вы там нет если я не путаю там кажется какое-то общество у вас да ну как какой общество церковь православная я путаю просто тоже смотрел ролик там есть люди которые тоже постоянно снимают но постоянно и снимают и делаем что мы деревню православной строй может быть из деревни репортаж был может и быть а вы откуда вообще барнаул алтай барнаул а значит другой ролик смотрел скорее всего ну так вот и зайдите сейчас во свете библии там много что сегодня стоит там я говорил небольшое слово после трапезы во свете библии игнатий лапкин а если вам нужно какие-то вопросы решить по скайпу зайдите игнатий лапкин вы сразу на меня выйдете я один с этой фамилии так вы запишите вы забудете это бесплатно так что у нас все бесплатно делается и у кого попала не крестим освещенника не знаем священник мой священник мой родной брат любой там и не любой мы над этим потрудились у нас нигде за деньги нету не отпевает не из-за крещения нигде не не берется и свечи ставят сами никто не покупает с тарелкой по храму не ходят просто знаете вот даже вот зайти в церковь поставить там за упокоя за здравие везде надо все покупать так вы десятину не платите или людям то жить надо на что-то десятина должна платить а продавать нельзя мы все так и сделали трудно было но теперь все наладилось у нас никто не в не просит что пост нарушить я не могу или как пост наступил все постятся до одного а вы сейчас где вообще в церкви или дом дома дома но вы зайдите вот я говорю вам там найдете а если вы зарядите во свете библии гнати лапкин только не youtube а через google сайт сайт называется то вы найдете там море информации хорошо хорошо я там отвечаю на 4124 вопроса студентам все хорошо ладно здоровья вам с богом давайте ли это нет тогда как-то приобрести бы закон божий будете знать у вас будет в храм пойдите православный может быть новый завет новый завет отдельно совсем недорого стоит а сколько примерно я новый завет у вас не знаю сколько но не больше 100 рублей а зачем книги а затем чтобы знать бог который нас сотворил какой назначил нам путь как жить что за смертью есть или только яма и лопух на могиле или есть ответ за все дела вот это чат рулетка это место разврата тут что делать я уже нахожу здесь 87 день мы несем свет евангелия чтобы люди задумались о жизни своей да мы нашли уже сколько людей здесь которым это не помешало то что они услышали мы рассказываем как жить надо как к евангелию относиться что за гробом существует жизнь другая верующий в сына божий имеет жизнь вечную они верующие не увидят жизни ну где это а вы же знаете дачу после смерти да конечно расскажите мне ну тогда только не отключайтесь внезапно вы сейчас нажмете кнопку и улетите так я вам считаю второе послание апостола павла коринфянам 5 глава 10 стих написано так всем нам надлежит предстать пред судилища христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое и пойдут говорится и в муху вечную а праведники в жизнь вечную грешники будут гореть в огне вместе с дьяволом день и ночь и плащ искрежет зубов будет не отключайтесь только а праведники будет со христом в вечности он умер за наши грехи и может простить потому что многие блудисты покаялись как евдокия как мария египетская и получили жизнь вечную ну вот это я вам сказал что вы можете потом почитать в евангелие я вам сказал написанное там а в интернете можно книгу найти ну конечно если вы пожелаете вопросы задать вы зайдите в skype и зарядите и гнать и лапкин и вы на меня выйдете кроме того у нас очень большой ю тубе канал большой огромный 15 тысяч 200 роликов ничего себе да мы строим с нуля православную деревню вот у нас родвозов вообще нету ни пьяных ни курящих и школа государственная за свой счет построили дороги строим сами государство ни рубля не дает я вот был начать алтайский край город барнаул по милости божией бог позволил мне создать лагерь православный детский я 45 лет его был начальником и ни рубля государства не дал а мы тысячи детей подняли у вас видно телефон так все это мелькает крутится вот если вы пожелаете на наш youtube зайти и канал он называется во свете библии во свете библии игнатий лапкин там ответ если на сайт зайдете на 4000 я отвечаю вопросов студентам хорошо ну сейчас мы зайдем тогда да вы не зайдете так говорите только вам некогда вы караулите хороших рыцарей здесь а их нету они половина голые валяются они пришли сюда как жеребцы они у них ничего на уме нету больше они едят допьют да блудят хорошего мужа здесь не найдешь сестра не найти его здесь здесь 80 процентов примерно мусульман у них дома за каждую жену 4 жены разрешает взять 4 но платят колым а здесь 44 все даром и голые и они сюда сбились кучу жеребцы осенние я это им говорю они хохочет сидят потому что выход один только покаяние перед господом богом что иисус умер за наши грехи никогда не отчаивайся чтобы не было в прошлом ты скажи господи прости меня прости я мой в крови твоей причистой и начнется новая жизнь во христе в духе святом а вы знаете этот чат рулетку кто изобрел кто мальчишка 17 лет андрей терновский двоечник он говорит у меня одни двойки были экзамены мне не сдать я стал думать что сделать и вот эту сделал рулетку и стал миллионером здесь люди приходят только для блуда больше нет зачем сюда мало кто это устоит малые дети смотрят прям открыто голые мужчины женщина совокупляются блуд творят мужчины тут чуть не сплошь анонизмом занимаются взрослые дядьки это как как это перед богом мы пришли мы пришли им рассказать о страшной казни которую бог уготавляет таким людям вечный огонь сатаною у вас может какие вопросы есть я даже не знаю а вот если у вас будет желание поговорить потом вы в скайп зайдите и зарядите Игнатий Лапкин это я Игнатий Лапкин и вы меня в скайпе найдете я один под этой фамилией хорошо что у вас еще есть какая боль да вроде никакой никакой но все равно же вы понимаете внутри то чувствуете что бог зовет человека чтобы жить по божески свято чисто целомудренно вы же не можете не чувствовать то душа то живая к себе домой ты будь же что то хотела спросить у вас давай а что вот говорят же церковь это бизнес простой ну может в каких то случаях так и есть я опровергать как могу я скажу у нас этого нету у меня брат священник у нас с тарелкой не ходят ни за крещение ни за венчание ни за что деньги не берутся свечи ставятся никто не ставит их не продают ну как вот у нас например да вот человек работает церковь в хор он должен по моему сколько это процентов от зарплаты отдавать туда да он должен десятину отдавать тогда продажи никакой не будет а десятина это человеку не принадлежит она изначально божья мы заработали 90 а бог приложил десятку и говорит своей рукой отдай как вас там еще раз зайти на скайп ну из Игнатия Лапкин просто зарядите в скайп и найдете и приготовьте вопросы придитесь не одна может быть с подругой какие вопросы есть я вам постараюсь ответить хорошо ну все тогда с богом хорошо чтобы не убежали благодарю бога хорошие вы девочки до свидания до свидания до свидания спасибо